Уже на первых научных конференциях музея были представлены следующие исследования. Вначале я перечислил только сотрудников музея из-за поездника. Петров Иван Михайлович, росписи летней Троицкой церкви. А, Валерия Начаян, духовное влияние преподобного Сергия на Плёсские земли. Леонид Алексеевич Слычков, Сергий Радонежский на Ивановской земле. Цириана Светлана Александровна, церковь Воскресения Христа Спасителя в Плёсе. Дмитрий Борисович Войнос, спас Пребраженская мужская пустыня в городе Плёсе. Преподаватели вузов присутствовали. Вадим Андреевич Смирнов, Божья Матерь и преподобный Сергий Радонежский. Юрий Анатольевич Иванов, начало церковного кривения в Шуе, круг Правдина. Далее, вот есть, даже есть ряд авторов, которыми лично неизвестно. Это Кчубеев, например, село Сергеево и Воскресенский Фёдоровский монастырь. Мельник, Набилкин, Хохлов. Новые данные о Никитской шатровой церкви, села Елизарова, близ Пересваль-Залезского. Веселова, Кривозёрская пустынь, Громова, преподобный Тихонбургский чудотворец, Алла Веденеева. О деятельности ростовской консистории по определению иконописцев духовного звания к поновлению росписи соборов Московского Кремля в 70-х годах XVIII века. Анатолий Борисович Дьяков, знаменосец преподобный Сергей Радонежский. То есть, вот, объём работы достаточно большой, только на научных конференциях представлены. Немало работ по церковно-исторической проблематике выполнено в последние годы. Так, Екатерина Николаевна Закаменной на основе огромной массы архивных изысканий написаны и опубликованы две книги по истории Плёса. В книге Плёс XX век «События и люди» истории церкви Плёса посвящена отдельная глава. Она так и называется «Судьба Плёсских храмов». В ней на основе документов рассказано о закрытии храмов и их дальнейшем использовании и реакции людей на происходящие события. В следующей книге «Плёс. Страницы истории» Екатерина Николаевна также много повествует об истории Плёсских церквей в XVIII-XIX веках. И в отдельной главе «Строительство каменных храмов» рассказывает о создании почти всех ныне существующих и утраченных зданий церквей. Панчина Галина Викторовна осуществляет исторические и историко-археологические исследования. Их результат — многочисленные публикации по истории Плёса и окрестностей. Большой интерес представляют следующие труды этого автора. К вопросу об истории старобрячества в городе Плёсе. Статья содержит сведения о всех выявленных в Плёсе старобряческих толках, рассматривающих причин долгого существования здесь старобрячества. Новые материалы о Плёском старобрячестве, это XVII века до XX века, посвящены историческим источникам, проливающим свет на ранее малоизвестные страницы истории Плёсского старобрячества. Опубликованы новые данные о Плёсских и Княшинских подрешетниках XVII века, содержащиеся в книге «Послание Боженного Игнатия» митрополита Сибирского и Тобольского, изданных в 1857 году. Приведены также новые архивные сведения о Плёском старобрячестве, обнаруженные в Государственном архиве Костромской области. Новые данные об известных Плёских старобрячестве Горбунове и Гроушеве. Еще и работа этого же автора «Гонение на церковь в Плёсе XX-XXX год XX века по воспоминаниям очевидцев событий и их потомков». Автор, опираясь на воспоминания очевидцев, раскрывает тему гонений на церковь в Плёсе советское время, прослеживает судьбу храмов и священнослужителей, отношения властей к церковным святыням и способам давления на верующих. Еще труд автора. Плёс фотографий конца XIX-XXX века. Содержит большое количество впервые опубликованных фотографий из коллекции музея-заповедника, рассказывающих в том числе о Плёских храмах и их ремонте к 503-ю города, к 1910 году, разумеется. Встречи и подъеме Большого Колокова Троицкой церкви, освящение каменного моста через Шоханку, водопровода, крестном ходе, в праздновании 503-го города и т.п. Любопытна статья «Археологическое обследование Плёса» в 2008 году. Статья посвящена результатам археологического надзора с земляными работами, проходившими в 2008 году. Это прокладка газопровода на улицах Спуск горы Свободы, Кропоткина, ныне Никольская, Улицкого, Вичевский проезд и Горького, ныне Юлицкое. Автором были зафиксированы захоронения, обнаруженные на улице Улицкого, Варваринской, которые показывают, что участок Варваринского кладбища был значительно больше, и у западной границы лежала значительно западнее границы временного участка, на котором стоит церковь Святой Варвары в 1821 году постройки. Погребения, обнаруженные у Никольской, Часовни, показали, что некогда здесь размещалась церковь и кладбище, которые исчезли к началу XIX века. Последняя работа этого автора, результаты радиоуглеродного датирования и захоронения на улице Улицкого в горе Плёсе, подытоживает проблемы, затронутые в предыдущей статье. В статье рассказывается о том, что на основе проведенных исследований стало известно, что на пересечении улиц Улицкого и Никольской Кропоткина с конца XV до начала XIX веков существовало кладбище. Это старейшие из ныне известных погребений, совершенные по православному обряду. Кроме того, проведенные исследования позволили внести уточнение в планировку до регулярного плёса и установить местонахождение и дальнейшую судьбу церквей святителя Николая Чудотворца и великомученицы Екатерины, известных на конец XVII века. Валентина Павлана Данилова выполнила несколько работ соответствующей тематики. Среди них такие, как истории Троицкого Кривозёрского монастыря, источника мотива работы Левитана «Тихой обители. Вечерний звон», в которой помимо Левитановской тематики рассматривается история обители. Ещё работа «Святой Блаженный Симон Веревецкий. Рождённый в Плёсской Волости». Работа посвящена исследованию места рождения святого. Помимо исследовательских работ осуществляется также методическая посредительская деятельность по историко-церковной тематике. Так, Оксана Викторовна Чурюканова подготовила две лекции по истории плёсских храмов, методическую разработку и по специализированной экскурсии. Другие материалы, связанные с указанной тематикой. Елена Николаевна Полоцкая осуществляет сбор и систематизацию информации по архитектуре плёса и, в последнюю очередь, по истории городских храмов. Её регулярно проводят специализированные экскурсии по церквям города Плёса. Вообще, надо сказать, что ни одна экскурсия по городу, которая проводит сотрудник Музея-заповедника, не обходится без информационных блоков об истории храмов города. Это моё краткое сообщение отнюдь не претендует на полный обзор деятельности Музея-заповедника в данном направлении. Кроме перечисленных работ, сотрудниками Музея-заповедника опубликовано немало трудов, в которых церковно-историческая проблематика, не являясь непосредственным предметом исследования, затрагивается достаточно серьёзно. Ну и это неудивительно, поскольку задачами исторических исследований являются не просто сбор и перечисление фактов, а вскрытие мотивов, причин тех и иных поступков и действий, совершаемых как отдельными людьми, так и целыми народами. А как уже было сказано, мировоззрение людей неотделимо от их вероисповедания. Поэтому церковной исторической проблематике исследовательской деятельности Плёцкого музея-заповедника заслуженно придаётся достаточно большое внимание.